А как? Для кого делать? Как это делать? Зачем? Кто будет вообще это все реализовать? Смотрите, очень важный момент. Понять, нужно ли это рынку. Нужно ли рынку то, что вы придумали? Как это понять? Как это осознать? Это самое сложное и самое ценное вообще во всей деятельности. Потому что если мы не понимаем, что нужно сделать и для кого это делается, это, соответственно, возникает там множество всяких разных рисков. Поэтому я сейчас хотел бы вам сказать об одной очень важной вещи, которую мы сейчас хотим протестировать у нас в Ступино. Это на самом деле такая инновация, которой еще нет вообще. Это инновации, которой вообще еще нет. Это среда, вот этот, видите, значок «Пацифик», это мирный значок такой, который показывает возможность создания, с одной стороны, команд инноваторов, это знаете, как команда и партнеры. Вторая сторона инвесторы и инноваторы, да, вот то, что было сегодня представлено, это сторона инноваторов. Это ребята что-то придумывают, они пытаются понять, а как это сделать, и каким образом это происходит, что нужно сделать для того, чтобы что-то появилось в конце концов, да. Они пытаются осознать этот момент. Но вторая сторона, партнер, нужен хороший, сильный партнер, который бы действительно помог, помог ребятам, помог в том, чтобы что-то реализовать. И у нас сейчас появляется уникальная возможность Ступино дать в руки нашим ребятам такой инновационный инструмент, которого, ну, пока просто еще не было даже в мире. Это уникальный инструмент, он разрабатывался долгое время для того, чтобы решить именно эту задачу, что мы не понимали, а как, а что нужно сделать, как нам понять, какой продукт нужен, нужна ли эта жинка, или нужен подушка, или что. Надо дать тысячи человек, тысячи студентов, которые у нас есть, в руки гаджет, которые они так любят, полистали, чтобы поняли и вложили туда специальную криптовалюту, которая только-только заявляется. У нас в стране есть инновационный лидер, компания, которая только-только заявила об этом. Это первая будет российская криптовалюта. Это компания KILI, которая планирует Ступино сделать тестовую модель, чтобы у ребят в руках был некий инструмент для возможности выбора и инвестирования. Это будет космический проект, я вам честно скажу, космический проект в экономике. Потому что такого распределенного децентрализованного банка с блокчейном не было вообще. Я сейчас говорю об такие слова, которые, может, вам еще не совсем понятны, но скоро вы поймете. У каждого в руках будет банк, который позволит им выбрать тот проект и стать совладельцем, войти в долю этого проекта, стать партнером. У лидеров будут свои доли, будет десятина управляющих компаний, которые будут поддерживать все это дело. Будут инвесторы, которые увидят, что тысяча человек вложила и захотела взять себе энержим. Проект, да? А значит, инвестор проекта, о, слушай, если они это действительно захотели, то получается, что, ну, значит, это у вас требовано, да? Понимаете, то есть это такой механизм софинансирования государственного, частного, и даже я бы добавил народного сейчас. Поэтому это очень важная составляющая. Я буквально с октября, мы планируем ее уже начать применять здесь в Тупино. Это уникальная вообще такая возможность, которая вот вместе, кстати, с фондом Бортников можно сотрудничать в каком плане? Если проект привлекает с помощью централизованной инвестиционной валюты, грубо говоря, миллион, миллион можно привлечь в качестве, как частный инвестор вложил миллион, и миллион дает фонд на развитие какого-то проекта или идеи. То есть такая схема тоже возможна. Фонд Бортника как раз поддерживает точно такие же проекты. Поэтому хочу завершить свой маленький спич и отпустить вас уже на перерыв вот с какой мыслью. Дело в том, что в 57-м году, 58 лет назад, Ступино вот буквально в эти дни, вот в начале октября, был запущен в космос, сделанный здесь Ступино, спутник, корпус Ступино, сделанный на СМК. Это был прорыв, это цивилизационный был прорыв, когда мы с Земли поднялись в космос. И я уверен, что прямо сейчас, в октябре, проект, который мы собладим экономически, будет именно космическим и экономическим вложением. Спасибо вам большое.